Добрый вечер, начинаем занятия. Сегодня будем говорить про семантику копирования и перемещения в C++ и что за ней скрывается. Но перед тем, как перейдем к основной теме, я хочу рассказать про аргумент Dependent Name Lookup. Это правило, руководствуясь которым компилятор ищет функцию. Функция может быть как обычной, так и оператором. Особенно это актуально в случае операторов. Почему? Потому что если, вызывая функцию, мы можем указать полностью пространство имен, где она находится, то если мы используем операторы, то указывать пространство имен становится не очень удобно. Поэтому нужно какое-то правило, чтобы компилятор мог эти функции оператора находить. Правило звучит следующим образом. Что если в текущем пространстве имен функции подходящей нет, то нужно искать в том пространстве имен, в котором находится аргумент. В данном случае у нас пространство имен x, поэтому компилятор, когда встретит такую запись и не найдет оператора подходящего с такой вот сигнатурой в текущем пространстве имен, он выполнит поиск в том пространстве имен, где находится данный тип. Правило очень важное, знать про него очень хорошо. Теперь давайте переходить к основной теме. Сначала я хочу напомнить о том, какие методы компилятор делает сам, даже если мы их сами не написали. И здесь будет пара методов новых, про которые я еще не рассказывал. Допустим, у нас есть структура, где есть два поля, типа x и типа y. В таком случае, ну не конкретно для такой структуры, вообще для любого класса, для любой структуры, компилятор сгенерирует, даже если мы сами не укажем, следующие методы. Это конструктор, деструктор, конструктор и оператор копирования и конструктор и оператор перемещения. Сделает он их следующим образом. Он просто вызовет, если это конструктор, то он вызовет конструкторы по умолчанию для каждого из полей и рекурсивно, если есть наследование, начиная с базового класса. Для деструктора он сделает тоже вызов, если есть наследование, то вызов деструктора, начиная с текущего класса и до самого верхнего по иерархии. Если это у нас копирующий конструктор, то произойдет следующее. Про конструкторы копирующие мы еще не говорили, сейчас мы чуть попозже рассмотрим их подробно. Сейчас я просто хочу сказать, для чего они нужны. Нужен конструктор копирования для того, чтобы из какого-то объекта создать его копию. Сигнатура копирующего конструктора следующая. Это ссылка на константная ссылка на объект, который мы копируем. Почему константная ссылка? Потому что никто не ожидает, что в результате копирования объект изменится. Это было бы нелогично. Хотя на самом деле компилятор не запрещает написать сигнатуру, где вы будете принимать не константную ссылку, а обычную. Но делать так не надо, потому что это изменит ожидаемое поведение. Люди не будут ожидать, что в случае копирования исходный объект изменится. Поэтому используется константная ссылка. Ну и ссылка для того, чтобы избежать копирования. Соответственно компилятор, если мы сами не напишем, он для каждого поля также вызовет просто копирующий конструктор. Это не что иное, как вызов конструктора, куда мы передаем копируемый объект. То есть это будет вызван также копирующий конструктор. Когда вызывается копирующий конструктор? Когда мы пишем, например, вот так вот. Объявляем, создаем новый объект и сразу ему присваиваем какое-то другое. В данном случае компилятор сделает вызов вот именно этого конструктора. И этот объект будет сконструирован с помощью именно его. Оператор копирования, он тоже нужен для того, чтобы создавать копии, но используется он по-другому. То есть здесь уже должен быть заранее какой-то объект уже сконструирован, и мы можем выполнить присваивание. Здесь, соответственно, компилятор тоже просто выполнит почленное копирование каждого, в общем, члена. Здесь я тоже обращаю внимание на то, что мы используем константную ссылку, чтобы поддержать вот эту вот семантику, что тот объект, с которым мы делаем копию, он не меняется. Что, в общем, еще здесь сказать? Ну, наверное, пока нечего. Понятно, что это такое? Сейчас чуть попозже разберем поглубже. Перемещающий конструктор и оператор перемещения. Здесь сразу вводятся два новых понятия, про которые мы еще не говорили. Это, во-первых, такая вот ссылка из двух амперсандов. Это не ссылка на ссылку, это называется R-волю ссылка. Чуть попозже разберем. И второе, это стандартная функция Move. Что она делает, тоже чуть попозже расскажем. Сейчас в поведение не будем углубляться. Я хочу просто показать, что когда, в каком случае будет вызываться конструктор перемещения. Когда мы попробуем создать какой-то новый объект и попробуем его инициализировать R-волю ссылку. Про R-волю ссылку сейчас чуть попозже поговорим. В данном случае, какая семантика, что ожидается? Что в А2 у нас появится точная копия А1. А А1 может измениться. То есть он будет перемещен. Он может остаться... Ну, у него, например, могут очиститься все поля. Но он должен остаться в каком-то валидном состоянии. Почему? Потому что время жизни у него еще продолжится. И как минимум еще деструктор будет вызван. Про это попозже поговорим. Ну и, соответственно, также есть оператор, который позволяет выполнить перемещение. Здесь тоже сигнатура такая, что он принимает какую-то ссылку. Причем я обращаю внимание, что она как раз уже не константная. Потому что по семантике мы ожидаем, что тот объект, из которого мы выполняем перемещение, он в результате перемещения может измениться. То есть потерять, например, владение чем-нибудь. И здесь есть такое распространенное правило тройки, которое было актуально до 11 стандарта. Потому что тогда существовали только конструкторы копирования и оператор копирования. А перемещения еще не было. И гласит он следующее, что если вы один из этих методов определили, то, скорее всего, вам нужно будет определить и все остальные. Потому что для поддержки принятого поведения класса... Например, почему нам нужно, если мы определили конструктор копирования, почему нам нужно определить оператор копирования? Потому что люди будут ожидать, что они, если могут сделать копию при инициализации объекта, почему они не могут потом присвоить так же. То есть люди ожидают этого. Для того, чтобы ожидаемое поведение поддержать, собственно, рекомендуется руководствоваться этим правилом. После 11 стандарта появилась семантика перемещения. И, соответственно, это уже правило называется не правило тройки, а правило пятерки. Но на самом деле это, конечно, вам никто это не навязывает. Это просто как бы наиболее привычное для людей поведение. Если вы определили один из этих операторов, то определите и другие. Теперь, собственно, про R-volue и L-volue ссылки. До 11 стандарта все было просто. Были L-volue, были R-volue. Причем они существовали еще и в языке C. Ну и сейчас существуют. Правда, тоже в C они изменились. Они уже не значат то, что значили изначально. Если открыть классическую книгу Кернигана и Рич, то там написано следующее, что есть объект, какая-то именованная область в памяти, и есть L-volue выражение, которое может обозначать этот объект. Поэтому L-volue исторически произошел от left, то есть то, что находится слева. Таким образом, L-volue – это какое-то выражение, которое обозначает какой-то объект. Объект, который имеет какое-то имя. В данном случае, давайте сразу примеры начнем рассматривать. А – это у нас L-volue. То есть если руководствоваться этим правилом, что это то, что находится слева от присваивания. Вот A, B, C – это все примеры. И D тоже – это примеры L-volue. То, что находится справа, уже считается R-volue. R-volue исторически – это тоже то, что находится справа. На самом деле сейчас гораздо все сложнее. Так вот, правило следующее. Если что-то ссылается на объект, а на какой-то объект ссылается, то есть здесь был создан какой-то объект в памяти, проинициализирован единичкой, он где-то в памяти находится, имеет имя A. Поэтому это L-volue. B точно так же, C тоже был проинициализирован результатом этого выражения, тоже это какой-то объект, именованный где-то в памяти. Ну и D тоже, только был он проинициализирован результатом выполнения функции. Все это примеры L-volue. Все, что не ссылается на объект, это не L-volue. Есть еще следующее правило, как понять L-volue это или не R-volue. Если взять адрес у чего-то можно, значит это L-volue. Мы можем взять адрес у A, у B, у C. Все нормально. Если мы попробуем взять адрес у единички, компилятор нам выдаст ошибку. Соответственно, это все примеры R-volue. Еще несколько примеров. A у нас L-volue. B у нас L-volue. Почему? Потому что оно ссылается на L-volue A. Указатель, если мы его разыменуем, это будет тоже L-volue, потому что ссылается на L-volue A. А вот, ну да, функции тоже. Аргумент. Аргумент, когда мы вызовем функцию, это будет тоже какой-то объект в памяти, он будет иметь какое-то имя, поэтому это тоже L-volue. Ну, соответственно, если ссылка у нас, то это тоже L-volue, потому что она ссылается тоже на какой-то объект. Ну, и, соответственно, если мы тоже вернем, допустим, ссылку на глобальный объект, она тоже будет ссылаться на какой-то глобальный объект, поэтому это тоже будет L-volue. А вот это вот пример R-volue. Литерал, результат какого-то временного, ну, выражения какого-то, временный какой-то объект, возвращенный с функции какой-то объект, который не будет, это временный объект, он не будет иметь никакого имени, поэтому это не L-volue. То есть результат вызова этой функции, это будет R-volue. Для чего нам это вообще все нужно? В принципе, когда мы перейдем сейчас к вопросу о том, что компилятор должен делать, выполнять копирование или перемещение, нам как раз нужно будет понимать, что является... Вот, соответственно, мы... Чтобы компилятор мог определить, какое действие ему выполнять, перемещение или копирование, он принимает это решение, исходя из того, какое выражение он в данном контексте получит. Чуть попозже будем подробно разбирать этот момент, станет понятней. Так, что я еще хотел здесь сказать? Про это мы поговорили. Вопросы, если у кого-то есть, задавайте сразу, потому что тема на самом деле непростая, я понимаю, что могут быть какие-то сложности. А есть один вопросик, у функции же есть, у область памяти, да? У функции есть. То есть как это то, что... Про функции это отдельно. То есть в стандарте написано, что... Сейчас давай просто про объекты говорить, потому что функции, они отдельно стоят от объектов. Хотя они тоже имеют адрес в памяти, они имеют имя, но копирование функции, перемещение функции, это не имеет смысла. Ну и в стандарте это отражено. Просто я не хочу сейчас засорять, и так будет много информации. В общем, это неприменимо к функциям. А здесь я хотел еще что показать. Что ссылку... Ну вот я все время говорил, что ссылка может ссылаться на какой-то L-Volue объект, то есть какой-то объект, который имеет имя. На L-Volue ссылка ссылаться не может. То есть мы можем попробовать сделать ссылку на L-L, это будет ошибка. Компилятор нам напишет, что не может создать ссылку на L-L. Ну и на любое L-Volue выражение ссылку создать нельзя, но при этом константную ссылку на L-Volue значение создать можно. И есть правило такое, что объект существует до тех пор, пока на него жива ссылка, константная ссылка. То есть когда вот выйдет из области видимости эта константная ссылка, тогда этот объект будет уничтожен. До тех пор он существует. Соответственно, раз он... У него есть вот такое вот время жизни, есть где-то объект, который был провинциализирован, то ссылка, которая на него ссылается, она тоже является L-Volue. Вот, теперь переходим, собственно, к понятию R-Volue ссылки. Вот сейчас я говорил про L-Volue ссылку, то есть ссылка, которая может ссылаться на L-Volue объект. И это уже привычная нам ссылка, это просто тип и амперсант справа от типа. R-Volue ссылка, ссылка, которая может ссылаться на R-Volue значение, она записывается как тип, и справа от него 2 амперсанта. Давайте посмотрим тоже на примере, как компилятор будет вызывать ту или иную функцию. Здесь я написал две функции. Одна принимает ссылку на L-Volue, другая принимает ссылку на R-Volue. Ну и на примере сразу посмотрим, какие из выражений будут являться L-Volue и R-Volue. Есть у нас глобальный объект X, есть функция VAL, которая возвращает какой-то временный объект, и есть функция REF, которая возвращает ссылку на глобальный объект. Теперь попробуем вызвать эту функцию с разными аргументами и посмотреть, какой будет вывод. Если мы вызываем таким образом, то есть передаем литерал, и там будет сконструирован временный объект, то будет вызвана эта перегрузка. То есть это означает, что вот это выражение это R-Volue. Если мы передадим X, но X это L-Volue, поскольку имеет имя, это объект, который имеет имя, то это будет вызвана перегрузка, которая принимает ссылку на L-Volue. Результат вызова функции, которая возвращает временный объект, также R-Volue. Функция, которая возвращает ссылку на L-Volue, это тоже L-Volue. Ну и последнее, это такая вот конструкция STD-Move. Мы берем объект, который у нас где-то существует, передаем его в эту конструкцию Move, и это оказывается R-Volue с ссылкой. Что делает STD-Move? STD-Move не совершает никаких действий во время выполнения программы. Все, что делает STD-Move, это приводит L-Volue ссылку к R-Volue ссылке. То есть просто какой-то каст. Теперь давайте поговорим про копирование. Ну, соответственно, у копирования семантика интуитивно понятная. Это где-то мы взяли объект, создали точную его копию. В результате получили два объекта идентичных. Для чего вообще понадобилось копирование? Ну, во-первых, нам привычно такая вот запись. Мы можем с какими-то примитивными типами их присваивать друг к другу. Там X равно 5, Y равно X. Это нормально все. Поэтому семантика копирования была поддержана на уровне языка для того, чтобы можно было реализовать какие-то пользовательские типы. И мы можем, например, написать свой класс строку и использовать его так, как будто это какой-то встроенный тип. То есть выполнять какие-то присваивания. При этом присваивание подразумевает копирование. То есть в результате присваивания A, B и в A и B будет находиться одно и то же. Каким образом это реализуется? Давайте рассмотрим сразу класс строку. Как бы, допустим, мы реализовали такой класс? Ну, очевидно, нам нужен какой-то блок памяти, который будет хранить собственный текст. Это у нас указатель на чар. И размер этой строки. Сколько она фактически занимает места в памяти. В конструкторе мы можем выделить этот блок памяти. В деструкторе мы память удалим. Для того, чтобы не было утечки памяти, мы память освободим. И давайте попробуем сразу написать конструктор копирования и оператор копирования. Конструктор копирования. Если мы будем где-то писать вот таким вот образом, string B2 равно B1. То есть совмещать инициализацию создания нового объекта и его инициализацию каким-то уже существующим объектом. То есть получение копии. Что бы мы здесь сделали? Ну, очевидно, мы бы выделили столько же памяти, сколько у нас занимает этот объект и скопировали туда полностью то, что находится здесь. В результате мы бы получили точную копию. У нас бы получилось два объекта, которые абсолютно идентичны. И там, и там находится одно и то же в строке. Это понятно? Теперь чуть посложнее. Оператор копирования. Оператор копирования у нас будет вызываться в следующем контексте. То есть у нас уже есть, имеются два каких-то объекта созданные. Мы пишем B2 равно B1. Что при этом мы должны сделать? Ну, поскольку объект уже создан, это означает, что у него уже есть какое-то состояние. Он может иметь какие-то данные, какой-то текст. Соответственно, что нам нужно сделать? Ну, наверное, нам нужна память, которую он занимает очистить. Потому что если мы ее не очистим, то мы получим утечку памяти. Поэтому мы очищаем память, создаем, выделяем новый блок, достаточный для того, чтобы скопировать все, что находится в копируемом объекте. И копируем. Почему это плохо? Сейчас рассмотрим первый случай, почему это плохо. Допустим, мы написали B1, какой-то у нас есть объект, и мы выполнили присваивание самому себе. Кто-то может возразить, что кто будет выполнять присваивание самому себе. Ну, наверное, да. Ну, описаться, конечно, можно. Но... А вот если мы запишем по-другому, что, допустим, у нас есть какой-то вектор из строк и какой-то алгоритм, мы там выполняем какие-то присваивания, то вполне возможно, что в какой-то момент два эти индекса, они станут одинаковыми, и мы выполним присваивание самому себе. Что при этом произойдет? Вот этот вот объект, это и есть тот самый объект, в контексте которого сейчас выполняется этот код. То есть мы удалим данные, которые сами содержим, после этого мы выделим новую память и попытаемся скопировать оттуда, где уже ничего нет. То есть понятна ошибка. Поэтому первое правило. Если делаете оператор копирования, проверяйте на присваивание самому себе. То есть достаточно просто проверить, что виз указатель на самого себя не равен указателю копируемого объекта, то есть убедиться, что мы не выполняем копирование с себя в себя. Но опять же, чем это плохо? Мы не говорили еще об исключениях, но исключения могут происходить в любой момент. Например, если не удалось выделить память, то же произойдет исключение. Исключение — это значит, что выполнение кода вот в этом вот фрейме, как бы в этой функции останавливается и происходит переход куда-то наружу. Куда происходит и как это происходит, мы будем говорить на следующей лекции. Сейчас надо просто понимать, что выделяя память, у нас может произойти какое-то исключение. Например, памяти не хватило. Вылететь и, соответственно, здесь у нас выполнение прервется. Что при этом произойдет? Свою память мы очистили, стали пытаться выделить память под новый блок, чтобы туда выполнить копирование, но у нас произошло исключение. В результате этого получится, что тот объект, куда мы выполняли присваивание, он потерял те данные, которыми он владел, но новых данных он не получил. То есть из консистентного состояния он перешел в неконсистентное. Что делать, чтобы избежать такой ситуации? Финальный вариант уже, в общем, почти правильный. Это сначала выделить память. Если у нас не удалось выделить память, и здесь вылетело исключение, мы, по крайней мере, останемся в консистентном состоянии, то есть мы не потеряем свои данные. Выделили память, после этого спокойно уже можно удалить ту память, которой мы владеем, и в указатель положить новое значение, адрес нового блока памяти, и уже спокойно выполнить копирование. По реализации оператора копирования есть вопросы? Что я еще хочу сказать, что когда вы пишете операторы, ну, когда вам нужна семантика копирования, то есть вы хотите написать какой-то класс, который бы поддерживал данную семантику, чтобы его можно было копировать, можно было присваивать, то подумайте, а не подойдет ли вам тот конструктор копирования, тот оператор копирования, который сгенерирует компилятор. Вполне возможно, что для вас он будет достаточен, если у вас нет какой-то сложной логики. Тогда ставьте это компилятору. Пусть он сам это сделает, он не ошибется, он сделает это правильно и эффективно. А можно составить компилятор, склинировать оператор копирования, если у нас есть деструкта? Можно. Сейчас чуть позже я покажу. Значит, смотрите, теперь давайте посмотрим, что нам делать при копировании, когда у нас используются какие-то иерархии классов. Ну, на самом деле, я сразу хочу сказать, что подумайте несколько раз, а точно ли нужно вам какие-то полиморфные иерархии, и вот так вот копировать. Точно ли там должна быть семантика копирования? Вот. И если уж все-таки нужна, то понимайте, что вам в производных классах вот это вот у нас оператор, это конструктор копирования. Здесь, кстати, обратите внимание, я конст не написал. Это не потому, что так надо, это потому, что я его не написал. Не делайте так. Так вот, вам нужно явно вызвать оператор, не оператор, конструктор копирования базового класса. И в операторах присваивания также явно вызвать оператор присваивания базового класса. Когда у нас используются какие-то иерархии классов, то можно получить неприятный момент такой, который называется срезка. В чем он выражается? У нас, допустим, вот та же самая иерархия, то есть есть базовый класс А, от него отнаследован класс Б, и есть какая-то функция, которая принимает аргумент по значению. Когда функция принимает что-то по значению, это означает, что будет в эту функцию попадет копия, копия объекта, который мы туда передали. То есть будет выполнено копирование. При этом компилятор, исходя из того типа, который здесь указан, вызовет конструктор копирования не класса Б, а класса А. В результате получится, что фактически мы передали туда объект Б, но было выполнено, было выполнено копирование не целиком его, а только части базового класса. Это вот называется срезка. Когда у нас был полный объект, в результате мы получили его срезанного до базового класса. Поэтому первое, как бы надо избежать копирования, то есть передавать по ссылке. А во-вторых, надо подумать, а точно ли там нужно копирование. Потому что часто бывает копирование совсем нежелательным. Как пример, есть у нас какой-то вектор, который содержит какие-то данные, есть функция, которая просто эти данные куда-то отправляет. Здесь мы передаем в эту функцию вектор по значению. Это значит, что на каждый вызов функции будет создана копия этого вектора. И это может стать проблемой. То есть это будет выполняться каждый вызов функции, ненужное никому копирование. Это, соответственно, и лишнее потребление памяти, и никому не нужная работа процессора. Рецепт понятен, что просто надо передать в эту функцию по константной ссылке. Тогда мы избежим копирования. Но компилятор может помочь нам с поиском таких мест. Ну, потому что человек может просто взять там амперсант не поставить, сил у него не хватило кнопку нажать. Он амперсант не поставил. Соответственно, у нас получилась не передача по ссылке, а передача по значению. Если мы явно запретим копирование, компилятор нам выдаст ошибку, что здесь, вот в этом месте требуется выполнить копирование, но копирование запрещено. Как нам запретить копирование? До 11 стандарта делалось это следующим образом. Просто конструктор копирования и оператор присваивания помещались в private секцию, в закрытую. И тогда компилятор не мог выполнить их вызов. То есть, когда дело доходило до копирования, он видел, что они находятся в закрытой секции, а то есть они недоступны извне класса. Соответственно, нельзя их вызвать. И выдавал ошибку. На этом, ну, собственно, можно было просто в своем классе написать следующее, и класс становился некопированным. Можно было даже создать какой-то класс, вот такой вот, и от него наследоваться. Там вот private наследование не является частным случаем, а просто наследуем мы какое-то поведение, какой-то функциональность. В данном случае это некопируемость. По такому принципу был в Boost. Boost это такая большая, большое сборище библиотек в C++, такой своеобразный полигон. Многое из того, что в Boost обкатывается, потом попадает в стандарт. Там даже был для этого специальный класс, Boost Non-Copyable, отнаследовавшись от которого можно было сделать класс некопируемым. и устроен он был, в общем, примерно так же. После 11 стандарта, в 11 стандарте появились специальные ключевые слова delete, то есть можно было напротив функции написать равно delete, и это говорило о том, что компилятор не должен вот эти вот функции делать самостоятельно. в данном случае это конструктор копирования и оператор копирования. То есть мы здесь компилятору явно запрещаем это делать. После этого наш класс становится тоже некопируемым. То есть таким образом мы можем защититься вот от таких вот ошибок. Отсюда мораль какая, что хорошо подумаете, нужно ли вам копирование. Если оно не нужно, просто запрендите его. Также можно компилятору явно указать, чтобы он их сделал. Равно default он сделает операторы копирования и конструктор копирования с поведением по умолчанию. То есть просто почленное копирование. Нормально? Все понятно? Вот. Теперь давайте про перемещение поговорим. Семантика у перемещения следующая. Что мы берем какой-то объект, создаем, даже не создаем копию, мы просто берем и в другом объекте у нас появляется такое же состояние, как и у объекта перемещаемого. Но при этом перемещаемый объект может свое состояние утратить. Ну, к примеру, у него есть, допустим, был какой-то блок памяти выделен. В результате перемещения этот блок памяти, этим блоком памяти стал владеть другой объект, а тот объект, который перемещался, он владение этим блоком утратил. Теперь давайте поговорим про мотивацию. Для чего это вообще понадобилось? Первое. Это передача владения. У меня есть классы, которые не должны быть в нескольких экземплярах. Ну, к примеру, есть в стандартной библиотеке умный указатель, уник ПТР. Он реализует семантику монопольного владения. То есть, вы объект какой-то создали, и он им владеет. Потом, когда этот умный указатель завершает жизненный цикл, выходит из области видимости, он в деструкторе освобождает память, которая была выделена. Как пример других классов, которые должны использовать какое-то монопольное владение. Ну, к примеру, у нас может быть какой-нибудь сокет. То есть, мы открыли какой-то сокет, передаем данные. Ну, наверное, он должен поддерживать монопольное владение, потому что, как только из нескольких мест программы все начнут туда писать, то получится непонятно что. Поэтому там, в общем, вполне... Там как раз копирование уже не нужно, потому что это просто нарушит логику. мы получим две копии, и в двух местах сможем писать в этот сокет, у нас там получится что-то непонятное. Там как раз передача владения более уместна. И второе соображение – это производительность. То есть, давайте посмотрим пример. Есть у нас, к примеру, буфер какой-то класс. Вон. Ну, это просто для удобства мы какой-то блок памяти выделили, создали какой-то буфер. Ну, и там какие-то методы могут быть, которые нам облегчают работу. Как мы можем передавать этот класс функции? Ну, понятное дело, что копирование нам не подходит, потому что каждый раз выделять новую память, копировать содержимое буфера туда – это просто бестолковая работа. Это никому не нужно. Передавать его по ссылке или по указателю – ну, это приведет к тому, что нам придется передавать в какую-то функцию указатель. Там, соответственно, процессор должен по этому указателю совершить переход, взять содержимое этого класса, что-то с ним сделать. То есть, это лишний переход по памяти. В плане быстродействия, ну, вы знаете, что это плохо. Сбрасываются кэши, все замедляется. И вот в данном случае как раз нам очень хорошо подходит перемещение. Мы будем его просто там, где он нужен, туда мы его будем перемещать. И у нас не будет и лишних копий. А перемещение – это операция дешевая. Что это значит? Мы будем просто брать указатель, копировать. Копирование указателя 8 байт и размер 8 байт – 16 байт. Это очень дешевая операция. Это все будет через регистр процессора передано в функцию. В общем, замечательно будет работать. То есть, у перемещения мотивация следующая. Это реализация классов, которые не должны копироваться, которые, ну, просто для которых копирование либо бессмысленно, либо даже вредно. И второе – это производительность. Вот. Про L-волю и R-волю. В C++11 стало 5 типов выражений. Это GL-волю, Generized-волю, то есть, какое-то обобщенное L-волю. Остался, естественно, L-волю, остался R-волю, добавилось GL-волю, X-волю и PR-волю. Что это такое? В стандарте про это написано следующее. Вот. Практически дословно. Generized-L-волю – это выражение, чье вычисление определяет сущность объекта, то есть, по сути, ну, то же самое, фактически, как и L-волю. Pure R-волю – чистое R-волю выражение. Это выражение, чье вычисление инициализирует объект или вычисляет значения операнда оператора в соответствии с контекстами использования. X-волю – expiring-волю, GL-волю, который обозначает объект, чьи ресурсы могут быть повторно использованы, обычно потому, что они находятся около конца своего времени жизни. Ну, и L-волю и R-волю, они, в общем-то, практически то же самое у них осталось, что и было. Что-нибудь понятно из этого? Лично мне не очень. Поэтому давайте на примерах разбирать, что же это такое. L-волю. Ну, в принципе, мы уже про это поговорили. Самое основное L-волю у нас указывает на какой-то объект, который имеет имя. И как мы можем проверить, что это L-волю, ничто не будет другое? Это взять у него адрес. Если взять адрес удалось, значит, это L-волю. То есть, L-волю ссылается на какой-то объект, который уже имеет имя, доступное вне выражения. То есть, где-то снаружи можно к этому имени обратиться. X-волю. X-волю у нас как бы по задумке X-волю, это они должны были обозначать какие-то объекты, которых, временные объекты, у которых уже близок их конец жизни. То есть, замысел был такой, чтобы явно показать, что вот этот вот объект, он скоро перестанет существовать. Поэтому можно взять и у него то, чем он владеет, отобрать, например. То есть, выполнить перемещение. И что такое X-волю? Это, во-первых, результат вызова вот функции, которая возвращает R-волю ссылку. Это явное приведение к R-волю. То есть, мы взяли, написали static cast, R-волю ссылка, результатом этого выражения будет X-волю. Написали STD-мув. То же самое. STD-мув фактически он эквивалентен static cast R-волю. То есть, STD-мув все, что делает, это просто выполняет приведение L-волю к R-волю. Ну и далее. Еще возможно, что у нас есть какой-то объект. мы из функции возвращаем временный объект, обращаемся к его полю временного объекта, это тоже будет X-волю. На самом деле, из всех трех вот этих вот случаев для нас актуален один. Это явное приведение. Мы можем взять какую-то L-волю, написать STD-мув L-волю и получить R-волю. То есть, таким образом, компилятору сказать, что нужно выполнять не его копирование, а выполнять его перемещение. P-R-волю. Ну, это как бы вот чистая R-волю ссылка. Это, в общем, все, что не относится ни к L-волю, ни к X-волю. Ну, в общем, это какие-то временные объекты. Когда мы возвращаем из функции какой-то временный объект, вот он имеет тип P-R-волю. Ну, R-волю это все, что принадлежит к X-волю и к P-R-волю. То есть, временные какие-то объекты. Это либо временные объекты, либо объекты, чей час уже смерти близок, их можно каким-то образом использовать, отобрать у них что-нибудь, выполнить перемещение. г-R-волю это все, что принадлежит к X-волю и к L-R-волю. Практическое правило от Скотта Мейерса. Скотт Мейерс это автор хороших книжек по C++ и, в общем, такой большой человек в C++ комьюнити. Вот он такое практическое правило предложил. Если можно взять адрес, то это L-волю, если ссылается на L-волю, то это тоже L-волю, все остальное R-волю. В принципе, вот это вот достаточно для почти всего. То есть, как бы понимать, что оно все немного сложнее и хорошо, но для практической работы достаточно вот этих простых правил. Как определить, что такое L-волю и R-волю. И вот такая вот табличка. Объект у нас имеет имя и может ли он быть перемещен. Если он имя имеет и перемещен не может быть, то это L-волю или G-L-волю. Если он имеет имя и может быть перемещен, то это R-волю, X-волю, G-L-волю. А если он имя не имеет и может быть перемещен, это R-волю, P-R-волю. Как нам получить X-волю? Это выполнить каст, P-R-волю это у нас временный какой-то объект, временный объект имени не имеет, но может быть перемещен. Вопросы Давайте еще примеры посмотрим. Вот я написал три функции, которые отличаются, ну, три перегрузки. Первый принимает по значению аргумент, второй по ссылке на LVOLUE и третий по ссылке на RVOLUE. И я теперь попробую вызывать его с разными аргументами и смотреть, что будет происходить. Если я вызываю с LVOLUE, то компилятор находит две подходящие перегрузки, которые он может использовать. Это первое. Он может принять по LVOLUE ссылке, может принять по значению. То есть, ну, фактически тоже... Что я хотел здесь показать, что LVOLUE не может быть использована для вот такого вот вызова, потому что это не RVOLUE. В данном случае не может компилятор LVOLUE привести к RVOLUE. А может это компиляция? Здесь будет ошибка компиляции в данном случае. Компилятор нам напишет, что вызов неоднозначен. Он не знает, какую функцию использовать, эту или эту. То есть, мы должны одну из них убрать, чтобы не было неоднозначности. Так, давайте попробуем вызвать с ссылкой на какой-то объект. Ну, ссылка на LVOLUE объект — это тоже LVOLUE. Поэтому произойдет, ну, в общем, то же самое. LVOLUE ссылка не сможет быть приведена к RVOLUE, но между двумя этими перегрузками компилятор может выбрать либо то, либо другое. Передаем RVOLUE. И здесь уже компилятор понимает, что вот есть это RVOLUE, и это может быть по значению. То есть, здесь вот уже такая вот будет у него неоднозначность. Результат возвращения временного объекта — это тоже RVOLUE. Поэтому здесь произойдет точно такая же дилемма у компилятора. Ну, и также вот временный объект, результат выполнения какого-то выражения — это тоже будет RVOLUE. И, соответственно, тоже компилятор здесь будет выбирать между RVOLUE ссылкой и значением. Теперь давайте попробуем написать, собственно, конструктор и оператор перемещения. Вот у нас есть класс буфер, есть блок данных какой-то, есть его размер, и в деструкторе мы память освобождаем. То есть, следим за тем, чтобы не было утечки ресурса. Следующий пример. Это у нас конструктор перемещения. Будет он вызываться, когда мы попробуем инициализировать новый объект RVOLUE ссылкой. Как нам получить RVOLUE ссылку из LVOLUE ссылки? Это выполнить вызов move. То есть, просто привести его из LVOLUE к LVOLUE. В данном случае компилятор поймет, что нужно вызывать именно конструктор перемещения с подходящей сигнатурой, а не конструктор копирования. Что нам нужно сделать? Ну, если мы перемещаем, это значит, что у перемещаемого объекта мы просто заберем владение этой памятью. Вот, взяли указатель, скопировали 8 байт, скопировали размер. И можем это делать. Вот это вот, и что мы дальше сделали? Мы взяли и в указатель перемещенного объекта положили нулевой указатель. Для чего мы это сделали? Потому что после вот этого выражения B1 еще останется жив. Потом, когда он выйдет из области видимости, у него будет вызван деструктор. Например, если мы его указатель не занулим, то он будет удален. Потом, когда будет удаляться этот объект, он повторно попробует удалить указатель на тот же самый блок памяти. Ну, то есть, во-первых, если этот умрет раньше, то мы здесь потом получим, когда попытаемся использовать этот указатель, ну, этот блок памяти через этот указатель, мы уже пойдем в то место, которое было освобождено. То есть, это ошибка. Ну, и потом дважды мы попытаемся удалить один и тот же блок. Это тоже проблема. Поэтому мы указатель у перемещенного объекта занулили. Вызов delete от нулевого указателя. Это валидная операция. В этом все нормально. То есть, просто ничего не произойдет. Понятна логика? Далее. Оператор перемещения. Ну, здесь перемещать мы будем в таком случае, когда, ну, если у нас уже есть какой-то объект, мы просто L-волю приведем к R-волю, и компилятор тогда у нас сделает вызов этого оператора, а не оператора копирования. Ну, также, когда у нас еще будут вызываться, что конструктор перемещения, что оператор перемещения, когда мы будем использовать тоже временный какой-то объект, например, там, ну, результат какого-то выражения. Здесь что мы делаем? Мы также проверяем на то, что мы перемещаем в самих себя. Если это так, то мы ничего не делаем. В противном случае мы уже были созданы. Возможно, мы уже владеем каким-то блоком памяти, поэтому мы эту память освобождаем. После этого также присваиваем тот блок памяти, которым владел B1, перемещаемый объект, и точно так же потом мы зануляем у него указатель, чтобы он остался в таком непротиворечивом состоянии, чтобы потом, когда он удалялся, он не удалил лишний раз память, чтобы все было хорошо. Есть вопросы по реализации оператора перемещения? Ну, так же компилятору можно явно указать, чтобы он сгенерировал данные операторы, и так же явно запретить их создавать. Здесь еще на что я хотел обратить внимание, что смотрите на сигнатуру, здесь R-Volue ссылка у меня не константная. Почему она не константная? Потому что перемещение подразумевает изменения. То есть перемещаемый объект у нас может быть изменен. Когда есть собственный писатель в ратор перемещения? Вот. Два случая. Первый — это когда тебе важна именно семантика перемещения. Вот, например, это какой-то буфер. Вот этот буфер, его копировать не надо, потому что если ты его несколько раз скопируешь, у тебя разные объекты будут работать с одной копией буфера, они, соответственно, будут друг другу портить данные в этом буфере. Один туда записал, другой туда записал. Как в простоквашине там собака подошла, написала, потом Федор, дядя Федор пришел, написал. Вот будет примерно то же самое происходить. Первое — это монопольность владения. Второе — ты можешь быть заинтересован в том, чтобы… Давай сразу покажу я этот пример. Второе соображение — это производительность. То есть есть у нас, опять же, какой-то класс буфер, он владеет какими-то данными. Есть у нас какие-то функции, которые используют этот буфер. Ну, например, мы данные из сети приняли. Одна функция у нас из сети записала в этот буфер данные, которые пришли. Передали мы этот буфер в другую функцию, которая должна распарсить тот запрос, который пришел. Она с этим буфером поработала. Потом мы этот буфер передали еще дальше куда-то по конвейеру. Выполнять копирование, ну, во-первых, неправильно. То есть потенциально это может привести к какой-то ошибке. Это вот как раз первая передача владения. Второе, почему копирование нам не подходит, потому что это медленно. Нам не нужно каждый раз создавать новый блок памяти, туда копировать. Дальше. В эти функции, хорошо, мы, допустим, копирование запретили, у нас не будет копироваться этот буфер. Мы теперь передаем в эти функции. Как мы будем передавать? Ну, допустим, по ссылке. Передача по ссылке что подразумевает? Подразумевает она то, что будет функцию передан указатель на этот объект. Указатель на этот объект, это что означает? Что процессор, вот была вызвана функция, он видит, что пришел в аргументах указатель. Он по адресу в этом указателе должен совершить переход. Это значит, что тот кэш, который вот был у него сейчас вот доступен, он будет сброшен, загружена из другого региона памяти какая-то информация, и он там что-то сделает. Это плохо. Ну, понятно почему? Поэтому мы что делаем? Мы используем перемещение. Мы просто выполняем копирование указателя и размера. 8 байт и 8 байт. 16 байт мы просто скопировали и избавились от передачи указателя. Мы избавились от лишнего перехода по памяти. Вот перемещение, это второй кейс. Это вопросы производительности. Чтобы избавиться от передачи какого-то объекта по указателю, чтобы выполнять быстрое копирование через регистр процессора. Понятно? Первый вопрос. Когда стоит писать самому, не дефолт использовать, а самому писать, что там может понадобиться? Ну, что сделает по дефолту оператор перемещения и конструктор перемещения? Он просто для каждого поля вызовет оператор или, соответственно, конструктор перемещения. Но вот ту логику, которую я, например, сейчас показывал, мы реализовывали, что мы взяли, забрали указатель, занулили указатель. То есть, если какая-то есть более сложная логика, ее нужно реализовывать будет самостоятельно. То есть, все, что сделает компилятор, это подчленно вызовет для каждого члена оператор перемещения или конструктор перемещения. Если нужна более сложная логика, надо писать самостоятельно. Может быть, например, какая-то там более сложная логика? Да, вот она. Вот. Например, оператор перемещения. Здесь мы что сделали? Мы, во-первых, освободили память, которую занимали. То есть, если бы компилятор сам бы сгенерировал этот метод, он бы не освободил ту память, которую мы уже занимаем. Он бы просто выполнил бы... Он бы сгенерировал следующее. Просто вот эти вот две строчки. Почленно выполнил бы перемещение. То есть, он даже здесь у нас, причем, копирование, он бы здесь написал std move. Давайте вот я сейчас это покажу. Вот это вот то, что компилятор делает по умолчанию. У него есть два члена x и y. Если у нас это конструктор перемещения, он просто для каждого члена вызовет конструктор перемещения, вот, напишет std move, то есть, передаст в него R-волю ссылку, чтобы понятно было вызывать, что нужно вызывать конструктор перемещения. В операторе перемещения он также почленно выполнит перемещение. Вот все, что сделает компилятор. При этом, как вот я сейчас пример с буфером показывал, у нас там есть указатель. Этот указатель указывает на какую-то память. Ну, ее, эту память, надо освободить. То есть, не просто затереть указатель и оставить где-то в куче блок памяти, который больше не используется. Его надо занулить. Естественно, компилятор не настолько умный, чтобы за нас написать этот код. То есть, вот на примере буфера, вот, здесь у нас довольно сложная логика. Мы удалили указатель, ну, память, на которую указывает указатель. Захватили владение этим указателем и потом обнулили указатель для того, чтобы не произошло повторного удаления. Когда тебе не нужна вот эта вот сложная какая-то логика и тебя устраивает то, что он просто почленно выполнит перемещение. Используй дефолт. Это утечка памяти. Ну, все зависит от. Если у тебя не голый указатель, а какие-то объекты, которые поддерживают перемещение и сделают это корректно, тебе вполне будет достаточно дефолтного конструктора перемещения. Если нет, ну, надо реализовывать эту логику самостоятельно. Я ответил на вопрос? Так, про это поговорили. Дальше. Есть у нас следующая задача. Нам, допустим, нужно... Есть у нас, к примеру, две функции. Одна принимает L-волю ссылку, другая R-волю ссылку. Нам нужно вызвать эти функции из другой функции и передать в них аргумент со следующими условиями. Избежать лишних копий, потому что, ну, мы не хотим просто так выполнять ненужную работу. И, во-вторых, мы не хотим изменить тип передаваемого аргумента. То есть, если нам функцию передали L-волю ссылку, мы должны вызвать такое. Если R-волю ссылку, мы должны вызвать такую функцию. Самое первое. Мы просто принимаем функцию какой-то объект по значению, нам это сразу не подходит. Будет создана ненужная копия. Такое нам не подходит. Мы можем написать функцию, которая принимает L-волю ссылку. И для L-волю объектов это будет работать. Но если мы попробуем ее вызвать с R-волю объектом, там вот, например, с временным каким-то объектом, у нас будет ошибка компиляции. Поэтому мы наивно можем взять, написать еще одну перегрузку функции, которая будет принимать R-волю и передавать ее дальше. Все хорошо, у нас заработало. То есть, у нас, вот мы написали две перегрузки, у нас условие выполнено, у нас не создаются лишние копии, у нас, если мы передали L-волю ссылку, была вызвана правильная функция. Если R-волю ссылку, тоже была вызвана правильная функция. Но нам пришлось дублировать код. Это не очень хорошо. Когда однострочная функция, может быть, еще куда не шло. Как только появится какая-то больше логики, копипаста, ну, это плохо. Поэтому правильное решение будет следующее. Мы напишем функцию, которая принимает R-волю и вызовем вот такую вот функцию forward t. Вот эта вот функция, как бы я не хочу сейчас вдаваться в подробности, как она работает, я расскажу просто, что она делает. Она делает следующее, что если была вызвана эта функция с L-волю ссылкой, она передаст дальше L-волю ссылку. Если она была вызвана с R-волю ссылкой, то она дальше передаст R-волю ссылку. То есть правильное решение, это будет написать функцию вот в таком вот виде. Данная техника называется perfect forwarding, то есть такая очень хорошая, как бы передача аргументов дальше. Вот. Если вам нужно такое поведение, вот помните об этой технике. Дальше. Хочу немного сказать про оптимизации, которые выполняет компилятор при копировании. Первое это return value optimization. Что это означает? Мы можем в функции создать какой-то временный объект, там что-то его как-то настроить, что-то с ним сделать и вернуть его по значению. Компилятор до 11-го стандарта, он мог выполнять вот эту вот оптимизацию. Что бы произошло, если бы он ее выполнил? Он бы просто, когда мы вызвали бы функцию, он бы не стал создавать временный объект, потом копировать его из функции, выполнять копирование, а потом еще вызывать конструктор копирования, то есть три действия. Он бы выполнил ровно одно действие. Сразу бы создал объект. То есть вместо трех действий у нас было бы выполнено одно действие. Начиная с 11-го стандарта, компилятор обязан это делать. Поэтому, если вы функции создаете какой-то временный объект, не мешаете компилятору выполнить эту оптимизацию. Если вы попробуете временный объект вернуть по AirValue ссылке, то это компилятору свяжет руки, он не сможет выполнить эту ReturnValue Optimization, он будет вынужден создать временный объект, потом выполнить из функции перемещения, ну и потом, в зависимости от того, как вы там будете присваивать, выполнить еще какое-то действие. Мораль такова. Не мешайте компилятору. Если у вас в функции есть временный объект, смело его возвращайте по значению. Это будет оптимально. Дальше. Есть следующее правило Copy Illusion. Здесь компилятор может выбросить ненужные операции копирования. То есть, к примеру, есть у нас такая вот структура, есть конструктор, есть конструктор копирования, и вот такая вот запись. компилятор должен сделать следующее. И, в общем-то, раньше компиляторы так и делали. Сначала выполнить конструктор, создать объект, потом создать, и потом выполнить оператор копирования, то есть, чтобы сюда скопировать. вот сейчас компиляторы выполняют вот эту оптимизацию Copy Illusion, и копирующего конструктора не вызывают, то есть, создают сразу по месту объект. Вот. И давайте, в принципе, про эту тему я считаю, пока что достаточно. Напоследок хочу рассказать немножко про шаблоны. Шаблоном у нас будет следующая лекция посвящена. Сегодня будет прям совсем чуть-чуть краешком мы затронем. Первая мотивация. Для чего нужны шаблоны? К примеру, мы писали, допустим, какой-то класс матрица и написали там тип Double, то есть, она может, матрица наша, хранить в себе какие-то значения типа Double. Если бы нам понадобилось хранить значения какого-то другого типа, например, Int, то если бы у нас не было шаблонов, нам бы пришлось выполнить полностью, скопировать код полностью этого класса и просто везде взять и заменить Double там на Int. Но это неудобно. Ну, во-первых, писать один и тот же код несколько раз утомительно. Во-вторых, это ведет к тому, что где-то мы новый функционал написали, а там, например, в этом классе MatrixInt, а в MatrixDouble он не появился. Или ошибку исправили, в одном классе исправили, в другом нет. То есть, ну, все проблемы связаны с копипастой. Для того, чтобы можно было не дублировать код, были введены шаблоны. То есть, мы можем написать, что это у нас шаблонный класс. Он использует какой-то тип Т. Какой тип Т на данном этапе неизвестно. Будет известно тогда, когда мы будем создавать этот класс. То есть, сейчас это просто какой-то абстрактный тип Т. И мы везде внутри класса используем вот этот вот идентификатор. Это не обязательно должен быть Т, вы можете дать любое имя. Может быть, как ограничено? Ну, вообще, и да, и нет. В С++ концепты еще не появились, хотя, в общем, их все обещают, что они должны появиться. То есть, концепт, это когда мы можем явно написать, что тип Т должен быть вот такого типа, никакого другого. Но, есть ряд техник, которые, в принципе, что-то подобное позволяют достичь. на следующей лекции мы будем говорить про шаблоны. И там вот я как раз немножко эту тему затронем. Вот, в общем, ответ такой, да и нет. Концептов нет. Написать явно, что ЗТ там равно Инт, там запятая, Дабл, такого нельзя. Но, можно сделать есть, ну, можно сделать просто для каких-то типов, которые мы не хотим использовать. Мы можем дать, например, пустую реализацию шаблона, там с ошибкой какой-то. Вот, попробуем инстанцировать этим типом, получим ошибку. Но это, в общем, сложная тема, сейчас я не хочу вдаваться в это. Так вот, может быть, это любое имя, мы его просто используем везде в классе, а потом, когда мы этот класс создаем, создается он следующим образом, мы просто пишем в уголовых скобках тип, который использовать, дабл или инт, то, фактически, компилятор что сделает? Он сам создаст класс, где везде будет заменено на уже какой-то конкретный тип. То есть, мы получим два, в общем-то, разных класса для дабл и для инт. Пока с шаблонами, я думаю, все понятно, все довольно просто. Шаблоны могут быть не только классов, могут быть и функций. Точно так же у нас ключевое слово темплейт показывает, что это шаблонная функция. Показываем, что есть какой-то тип t и потом везде можем его использовать, этот тип t. Ну, в данном случае, вот мы написали функцию, которая просто любое вообще значение, какое есть, выводит в поток. То есть, если у этого типа есть оператор вывода в поток, то для него будет это все работать. и можем явно инстанцировать эту функцию, то есть, показать, что это int. Можем опустить, ну, можем не указывать тип, в этом случае компилятор сам самостоятельно выведет, в зависимости от типа аргумента. Ну, здесь он видит, что 5 имеет тип int, поэтому это будет шаблонная функция типа int. Для классов мы такое делать не можем. В классах нам надо явно указывать, какой использовать тип. Для функции компилятор может сделать автоматический вывод типа. Дальше. Есть ключевые слова следующие класс и type name. И мы можем в объявлении шаблонного класса или функции использовать то или иное слово. Можем написать класс, можем написать type name. Разницы нет никакой. Это одно и то же. Синонимы. Используйте то, что вам больше нравится. Обычно класс используется. Type name редко используется, чтобы показать, что это простые типы, встроенные int, например. но в общем это одно и то же. Все. На сегодня лекция у нас закончена и начинается практическая часть. Задание следующее. Тесты находятся там же, где обычно, в папке homework, в репозитории с лекциями. нужно написать класс, который будет работать с целыми числами большими. То есть это не 8 байт, не 4, а сколько угодно, сколько памяти хватит. Хоть там мегабайт такое число, столько у него разрядов. ничего не делать, ничего не делать. Вообще обработка нехватки памяти это очень сложно. В большинстве случаев надо тушить свет, сливать воду. В какой последовательности это обсуждается? Ну в общем шаги именно вот эти. Сейчас вы об этом не думаете. Все. Субтитры